приветствую вас дорогие зрители на канале мария ланг меня зовут любовь завольнюк мы сегодня с вами продолжаем наше путешествие в мир аюрведы и очень многие слышали о том что у человека есть но на постсоветском пространстве бытует такое мнение что у человека есть фигура груши подобное яблоко подобное от того как человек устроен внешне так он должен там например питаться до 6 до 7 до 8 но вообще эта история она почему-то не изучена до конца есть очень много фейковых диетологов которые людям советуют питание которое мне подходит и очень часто мы слушаем тренеров качаем пресса живот не уходит пытаемся подкачать руки у нас ничего не получается или начи начинаем пробовать какую-то диету и потом в конечном итоге получаем в лучшем случае лишние килограммы вместо похудения в худшем гастрит или язву желудка давайте разбираться как мы устроены мария я джей гурдэф намастэ дорогие ну во первых давайте посвятим для начала зрителей почему мы с вами так здороваемся джей гурдэф это славься учитель внутри того с кем я здороваюсь внутри вас мария вы здоровайтесь на моста что это означает на моста это я приветствую божество в тебе а я приветствую учителя вас благодарю расскажите как вообще в аюрведе можно понять какой конституции человек и как наша конституция наше тело влияет на лучший способ жизни для нас и так есть юридический взгляд на мир который говорит о том что весь наш грубый мир состоит из пяти стихий давайте перечислим эти пять стихий их легко запомнить потому что их 5 как у нас пальцев на руке то есть первая стихия самая самая грубая на самом деле я сейчас сказала первая она не первая она может сказать самая грубая такая заключительная стихия которая содержит тебе все 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 загибаем большой палец да загибаем большой палец это стихия земли далее следующая стихия это у нас стихия воды после стихии воды у нас идет стихия огня после огня у нас идет стихия воздуха и пятая стихия до стихия эфира или пространство и вот эти пять стихий это самые грубые элементы которые уже составляют наш материальный мир то есть наш материальный мир состоит из грубых элементов и из тонких элементов пока мы сейчас с вами будем обсуждать грубые пять элементов потому что всего этих элементов вообще 36 включая в них ходят эти пять но как бы сказать об этом мы будем с вами беседовать следующих передачах сейчас давайте разберемся со строением человеческого тела и почему мы все такие разные почему нет универсальной диеты для всех и вы знаете очень часто ко мне тоже приезжают женщины на лечение и вдруг кто-то говорит а я придерживаюсь кет диеты а я придерживаюсь вегетарианской диеты а я там интервальное голодание соблюдаю и вот вы знаете если взять саму каждую систему в ней есть плюсы и есть какие-то положительные стороны потому что если бы их не было люди бы этой диеты все-таки не пользовались но есть такой момент что согласно нашей индивидуальной конституции которая как раз состоит из этих пяти стихий проявляется наша такая физическая природа психофизическая природа я бы сказала вот и поэтому прежде чем выбирать какую-то диету выбирать какое-то лечение выбирать вообще образ жизни нам необходимо первую очередь познакомиться с самим собой и разобраться какая же у нас наша конституция какие стихии в нас проявлены больше а каких стихий нас меньше какие стихии нам нужно активировать а какие стихии наоборот нам нужно успокаивать и как бы сказать нивелировать их воздействия на нас и так стихия земля вы знаете что это самый грубый элемент она проявлена в нашем теле виде всех плотных тканей самая плотная ткань у нас это кости потом идут суставы мышцы то есть в этих органах проявлена больше всего стихия земля следующая стихия это вода и вода это понятно все жидкости организма нашего то есть это лимфа это кровь это все выделительные системы которые у нас есть то есть это слизь это слюна то есть все что имеет более-менее какую-то текучесть следующий элемент это огонь и как же проявлен огонь нашем теле вот огонь нашем теле проявлен в нашей системе пищеварения и не в том что вырабатывают железы внутренней секреции какие же у нас есть железы допустим мы возьмем поджелудочная железа вырабатывает ферменты железа щитовидная вырабатывает определенные гормоны и очень много ферментов которые вырабатывает железа пузырь и вот смотрите вот то что вырабатывает наши органы для того чтобы что-либо переварить что-либо трансформировать в другое то есть все что включает нашу систему пищеварения все что включает нашу гормональную систему в том числе потому что гормональная система наша тоже постоянно как сказать ведет такой очень тонкий серьезный биохимический процесс в нашем теле вот это все относится к огню к стихии огня и поэтому можно сказать что место для стихии огня в нашем теле это от груди до таза то есть везде то есть это именно то место где больше всего у нас перерабатывается пища также стихия воздуха чем она у нас проявлена ну вы знаете что естественно у нас есть какое-то газообразование в организме потом мы дышим то есть у нас есть легкие наполненные воздухом у нас есть кровь наполненной кислородом у нас есть движение которое существует в нашем теле благодаря потокам то есть воздух еще можно характеризовать что это не просто воздух а это то что движется то есть вода например она может быть застойной и текучей а воздух он как правило всегда проявляется через движение и вот благодаря стихии воздуха все процессы в нашем теле активируются то есть чем воздуха больше тем у человека быстрее происходит обмен веществ скажем так тем у него быстрее идет пищеварение тем многие процессы у него происходят более активно и хочу забежать наперед и сказать что стихия воздуха она отвечает за роду женщины то есть если воздух у нее так сказать эта стихия у нее перед родами в хорошем состоянии то роды пройдут быстро и легко далее у нас остается элемент эфира пространство пространство это какой-то степени что-то какая-то пустота которая дает возможность развернуться всему остальному то есть нашем теле эфир присутствует тоже то есть вы знаете что у нас есть полые органы да то есть у нас есть и как бы сказать воздух и пространство в животе у нас есть полые там какие-то кости то есть пространство это тоже очень важный элемент очень важная стихия которая заставляет наше тело и так но не может человек быть сотком из одной какой-то стихии да вы видите что я перечислила 5 и все эти пять очень активно проявлены в нашем теле что же получается в момент зачатия какие-то стихии у родителей являются более доминирующими и вот эти стихии станут основой конституции начинающегося ребенка поэтому каждый из нас рождается с определенным процентным соотношением стихии в теле грубо говоря там земли столько-то процентов огня столько-то воды столько-то воздуха эфира то есть мы в общем-то в целом состоим каждый из нас в этом к этот коктейль имеет у каждого из нас свое процентное соотношение и не бывает двух одинаковых людей вы знаете что даже если рождаются близнецы речь допустим ну одна яйцевые близнецы конечно могут быть очень предельно похожи вот а если это двух яйцевые близнецы туда могут быть вообще две различные конституции вообще друг на друга как бы сказать ну мало чем отличающиеся то есть бывает и такое вот и когда эти стихи соединяются вместе они образуют некое соединение которое в аюрведе на санскрите называется доши доша это то что требует постоянной коррекции это то что требует постоянного нашего внимания то есть вот доша это как раз соединение нескольких стихий вместе например есть такая конституция под названием капха-доша это соединение стихий земли и воды то есть стихия земля дает конституции капха устойчивость стабильность спокойствие плотную конституцию широкую кость крепкие зубы красивые волосы большие глаза капха-доша это стихия знаете таких неторопливых людей и я бы сказала что это люди более склонные к ментальной и интеллектуальной работе вода дает капха-доши некую подвижность и поэтому люди конституции капха-доши очень часто бывают очень успешными спортсменами потому что это доша самая выносливая это такие знаете марафонцы то есть но у этой конституции есть как множество своих положительных качеств так и есть моменты которые нужно держать так сказать под контролем потому что вы знаете соединение земли и воды может часто превращаться в некое такое болото застойное поэтому капха-доша она в своем таком вот скажем так негативном проявлении она стремится к лени и к расслаблению к апатии то есть к увеличению слизи в организме то есть у каждой души есть как положительные ее качества так и некие негативные проявления которые человек зная должен корректировать что касается конституции пита конституция пита это и соединение следующих стихий это и соединение огня и воды так как в конституции пита присутствует огонь то считается что это самая такая активная и горячая доша то есть это люди очень деятельные которые как сказать постоянные такие энерджайзеры то есть они люди очень страстные но вместе с этим они и легко остывающие то есть они как бы увлекающиеся натуры но они не марафонцы как капха то есть это люди которые могут какое-то время поддерживать активность а потом у них может пойти вообще редкий спад резкий спад огонь потух и как бы сказать интерес пропал то есть это люди которые движутся творчеством вдохновением интересом и считается что это очень страстные натуры вот например как ха конституция капха как она проявляется в сексе это люди которые могут сексом заниматься очень долго они занимаются так медленно с расстановкой могут это часами то есть у питы наоборот то есть они зажигаются не могу сказать что они там быстро более быстро у них процесс нет но они не могут долго заводиться то есть им нужна как бы некая вспышка некая страсть и очень часто как бы сказать в силу вот этой страсти люди конституции пита это самые так и есть вот эти вот донжуаны люди романтики которые любят внимание противоположного пола и очень любят так сказать постоянно какие-то новые романы потому что этот огонь у них должен гореть следующая конституция эта конституция вата 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 доша вата доша состоит из следующих двух стихий из стихии воздуха и стихии эфира это самая легкая доша если мы посмотрим на конституцию тела такого человека то вы увидите что это высокие люди с тонкой костью со светлой кожей с тонкими волосами это люди которые тоже любят заниматься очень сильно активностью очень часто эти люди любят заниматься подвижным видом спорта они любят заниматься туризмом они любят ездить то есть вот это внутренний воздух который у них есть он постоянно их как бы гонит то есть это как раз вот люди которые не сидят на месте очень легкий на подъем они быстро собираются летят приезжают уезжают но вместе с этим у этой души есть тоже проявление не самые лучшие которые могут на организме сказываться не лучшим образом это выражается в том что у них нервная система очень подвижная то есть это люди очень хорошие эмпаты но из-за их супер подвижной нервной системы это люди самые менее стрессоустойчивые это люди которым больше всего нужно отдыха и расслабление для ума и для нервной системы потому что их поток ума чересчур активный у них очень много вот внутреннего движения то есть им прийти к спокойствию такому как у капхи очень тяжело то есть это как раз та конституция которую постоянно нужно успокаивать которую нужно постоянно замедлять и так как воздух такая стихия которая очень быстро все охлаждает нашем теле этих людей очень часто мерзнут конечности бывают проблемы так называемой веге сосудистой дистонии спазмов да то есть эти люди которым нужно для их хорошего состояния нужен покой тепло и обязательно теплая горячая еда им категорически противопоказано такой напиток как шампанское противопоказано сыроедение им противопоказано газированные напитки и холодная еда то есть это люди которые должны три раза в день хотя бы питаться теплой едой горячей вот дополнение это я вата это проверено сыроедение нет потому что сразу гастрит когда еще пила алкоголь такие напитки как шампанское сидр категорически вообще не под каким предлогом вся элитная весь элитный алкоголь вообще не заходил вообще с алкоголем проблемы конкретные потому что ты его пьешь он тебя убивает ты просыпаешься на следующий день даже от бокала вина состояние отвратительно мерзкая особенно после 30 страдаем отечностью потом что еще теплая еда да причем можно разогревать даже салат это тоже будет вкусно нас ничего не смущает и самая большая проблема это сон если мы не выспались а спим мы долго нам 6 часов мало кто сказал что оптимальный вариант для человека 6 часов нет у каждого свой оптимальный вариант 8 часов сна must have это никак иначе и постоянно нужно контролировать эмоции возгораемся вот так как спичка и как спичка остываем до любовь потому что у вас не только проявлена конституция вата у вас конституция вата пита поэтому у вас идет вот такое вот интересное сочетание и что я хочу сказать не бывает людей вот как любовь сейчас рассказала не бывают людей у которых только одна душа да то есть например одна капха только больше всего там земли и воды нет конечно чаще всего люди имеют в себе две или три доши одновременно в общем то бывает просто одна душа более доминирующая и в данный момент она более проявлено 2 доши она как бы играет вторую роль но она также имеет место быть и поэтому при коррекции своего питания при коррекции там своего своей жизни мы обязательно должны вначале изучить какие стихии в нашем теле больше всего проявлены то бишь какие доши составляют наше естество и в каком процентном соотношении эти доши в нас есть это очень важно процентное соотношение чтобы это узнать люди сразу спросят а как это узнать есть специальные опросники я думаю что лучше всего это сделать на приеме у аюрведического терапевта который мало того что задаст вам вопросы он посмотрит еще ваше тело он послушает ваш пульс потому что первое что показывает пульс это показывает как раз наши доши они пульсе очень сильно проявлены то есть потрогать пульс человека можно сразу определить какая даже настоящий момент у него наиболее активная и какие вообще человека есть проблемы в теле то есть есть способы диагностики но допустим не все могут попасть на прием к юридическому терапевту не все допустим могут по разным причинам поэтому есть в интернете различные опросники то есть можно пройти это онлайн и хотя бы онлайн для себя выяснить какой доши вы относитесь исходя из этого можно уже строить свою личную диету то есть например смотрите давайте вот сразу приведем пример вот например у человека капха доша это доша склонная это человек склонный накоплению массы и жировой это человек склонный накоплению воды это человек у которого все процессы замедлены и вот ему говорят для того чтобы тебе похудеть возьми кето диету ну смотрите какая происходит история кето диета для капха доши может закончиться просто трагедией потому что у этого человека уже переизбыток жира и он начинает есть жирную еду сейчас там сторонники этой диеты начнут что-то мне там писать и говорить но я хочу сказать одну важную вещь наличие накопление жира говорит о том что у человека в теле очень много токсинов потому что как правило жир и вода пытаются эти токсины запаковать и поэтому масса у человека увеличивается а почему капха доши так много токсинов по сравнению с другой с другими доши только по одной простой причине что это доша очень медленно очень медленно и это люди которым достаточно есть один раз в день у них все процессы проходят очень медленно поэтому как говорят им нужно разгонять метаболизм и токсинов у них накапливается гораздо больше чем у других конституций а кето диета она переводя человека в кетос состояние когда как бы эти токсины должны начинать выпаковываться из жира это может привести привести на самом деле к серьезному отравлению таких людей и если еще у человека дополнительно есть жировой гепатоз это вообще опасно для жизни поэтому людям конституции капха с большой массой жира которые как бы сказать не могли похудеть никакими другими способами ни в коем случае не начинайте к это диету это может очень плохо отразиться на вашем здоровье в целом и привести к каким-то серьезным непоправимым ситуациям это просто как пример например какая бы диета идеально подошла бы для капха доши а вот для капха доши идеальная диета интервальное голодание то есть когда человек ест один-два раза в день с большим промежутком без еды это дает возможность организму и системам отдыхать и переваривать те токсины и ту пищу которая есть и тем более у него все процессы замедлены то есть из существующих диет я бы как раз конституции капха порекомендовала бы интервальную диету теперь давайте возьмем конституцию пита подходит ли конституции пита интервальная диета нет категорически потому что у этого человека очень повышенный аппетит у него очень много желчи в теле очень много желчи а желчь а должна что-то постоянно переваривать если этот человек делает большие промежутки между едой у него желчи начинает накапливаться происходит застой желчи образование песка камней то есть этим людям нежелательно длительное голодание то есть короткое голодание там до трех дней в целях там очистки это одно но длительные какие-то курсы там недельного десяти дневного голодания для питы не подходит также для питы тоже не подходит сыроедение то есть сыроедение оно не будет питу насыщать и пита это та конституция это конституция людей мясоедов то есть у них концентрация желчи гораздо больше чем у других а желчи нужно постоянно что перед что-то переваривать желчи нужна белковая еда поэтому опять таки эти люди могут поститься но не переходить на постоянную веганскую какую-то диету то есть это люди которые должны все-таки есть жирную и мясную пищу вот что касается ваты конституции ваты это конституция которой голодать вообще противопоказано категорически это конституция еще надо смотреть просто по состоянию тела это конституция самая такая тонкая самая ранимая с которой нужно обращаться очень нежно и вате как раз чаще нужна диета просто корректировать набор продуктов которые она ест ваты очень редко бывают полные только бывает сочетание например вата доши и капха доши вместе тогда может у человека присутствовать некая полнота но опять таки в данном случае тоже нужно заниматься диетой для ваты не ограничивая ее в еде а наоборот просто корректируя список продуктов которые она употребляет вот это коротко смотрите как интересно то есть зависимости от того что какая у нас конституция мы уже можем видеть как нам подходить к подбору собственного питания но если мы еще глубже начнем изучать каждую из этих дош и продиагностируем себя мы тогда больше себя поймем почему мы склонны к определенным видам деятельности и какая работа и деятельность там категорически не подойдет то есть понимаете нельзя заставить капку делать то что делает вата и вот если человек стремится за заработком если человек стремится там получить какую-то должность но эта должность не соответствует его доше она будет для него травматично мучительно и приведет только хроническим проблемам и в итоге все равно человек будет не будет чувствовать себя счастливым не будет чувствовать себя довольным и приведет это только его к болезни поэтому смотрите как очень важно нам изучить свою собственную природу на вот этом психофизическом уровне потому что это не только наш физический аппарат это еще способ наших мыслей это так как мы проявляем себя эмоционально как мы проявляем себя в любви как мы проявляем себя во взаимодействии с другими людьми то есть тут очень-очень много грани открывается когда человек начинает изучать свою дошу тогда он понимает вообще почему это с этим человеком у него было все хорошо а вот с этим хоть ему хочется но ничего не получается и вряд ли получится то есть для того чтобы разобраться в себе в своей жизни очень хорошо детально это изучить теперь люди спросят а где же это все изучить вот смотрите есть множество конечно информации в интернете но есть моменты которые может объяснить только преподаватель ученикам так скажем глаза в глаза то есть есть моменты которые ты можешь понять теоретически но ты практически их не освоишь потому что ты не видишь практических примеров ты не попробуешь например все вкусы которые составляют эти доши потому что каждая доша имеет еще свои вкусы то есть это относится уже к диетологии вот поэтому я сделала курс который называется фундаментальная основа аюрведы этого курса пока что нет в онлайн формате поэтому не спрашивайте меня как этот курс изучать онлайн пока онлайн он недоступен потому что я стою на такой же позиции как стоят мои учителя которые передавали знания мне что передача должна быть непосредственно от преподавателя к ученику в правое ухо да любое онлайн обучение это замечательно но если у вас нет бэкграунда в аюрведе если для вас это вообще абсолютно новые знания одна теория подчеркнутая из источников там книг или же видео или каких-то курсов онлайн она не даст вам полноты она грубо говоря не посвятит вас вот в эту науку поэтому те кто хочет получить посвящение в аюрведе кто хочет начать это изучать серьезно потому что на мои курсы приходят очень часто врачи люди которые занимаются так сказать лечением людей лопатической медициной и понимает ее в каких-то нюансах безрезультатность и хотят продолжать помогать людям используя альтернативу используя другие еще знания для этого я буду проводить курс в Индии на родине аюрведы непосредственно вы встретитесь с аюрведическими так сказать и докторами и мудрецами и будет это все проводиться на базе аюрведической клиники где вы сможете попробовать все аюрведические процедуры на своем теле мы будем посещать ашрам где мы будем знакомиться с лекарственными препаратами и даже что-то вы изготовите сами какие-то определенные порошки мы встретимся с моим учителем гуру Пхахаваном Дасом который там живет в Ашраме в горах и делает очень-очень много лекарств аюрведических вы сможете получить от него и консультацию и благословение но самое главное что в течение двух недель мы будем жить в таком шикарном резотте в окружении гор у нас будут утренние занятия калари-паяту это воинское искусство индийское у нас будут тренировки для того чтобы уровень нашей энергии и уровень нашей праны был высоким потом у нас будут идти занятия на которых я уже детально с примерами и с углубленным так сказать изучением все вам передам все это будет длиться у нас две недели и по окончании студенты получат международный сертификат на английском языке от международной ассоциации Махакалия июрведа и я надеюсь что после этого многие приступят применять июрведу и в своей жизни и кто практикует свои практики а кто знаком с июрведой как раз через интернет через книги через какие-то онлайн курсы сможет уже прикоснуться к ее живой части вот поэтому я приглашаю всех желающих у нас ретрит пройдет с 18 октября по 1 ноября это пройдет в штате Раджастан в Индии ссылочку на ретрит мы опубликуем под этим видео переходите читайте подробную программу и записывайтесь не тяните потому что я не буду в группу набирать более 10 человек чтобы у нас было комфортное общение у нас будут еще также паломнические поездки мы посетим святые места очень древние храмы так что очень интересная программа читайте а наваратри когда в этом году? наваратри да оно будет происходить тоже в октябре и как раз оно у нас будет выпадать но там чуть-чуть попозже вот то есть если люди захотят попасть на наваратри после ретрита это тоже может быть возможно? да это тоже возможно потому что после ретрита кто захочет у нас будет еще трехдневная поездка в форт Читаргарх это крепость в Раджастане где как раз проходила история царицы под Мавати где находится ее дворец где был совершен джоухар женский где вообще было там три джоухара на протяжении истории это такая самая известная крепость Индии по своей красоте и по насыщенности историческими событиями которые повлияли на ход индийской истории там были героические и замечательные личности каждая женщина которая вовлечена не просто вовлечена которая идет путем йоги просто обязана побывать в храме царицы под Мавати это моя мечта вот в Индии это первое место куда бы я поехала это в храм царицы под Мавати обязательно обязательно там очень древний храм солнца построенный арийской цивилизации и очень интересные фрески в этом храме которые говорят об истории это на месте нужно все видеть сейчас этот храм посвящен богине Кали в том числе потому что богиня Кали помогала Раджпутам выигрывать битвы Мария благодарю за такую интересную вообще интересную экскурсию в мир аюрведы я знаю что у нас будет еще много интересных программ поэтому прямо сейчас дорогие зрители подписывайтесь на канал Марии Ланг задавайте свои вопросы и для тех кому интересно кто такая под Мавати вот не пожалейте просто вбейте в гугл царица под Мавати посмотрите фильм про нее это то что прямо в самое сердце покоряет любого человека который вот чтит традиции и сейчас для украинцев этот фильм невероятно актуален как никогда он закрывает очень много вопросов почему украинские женщины настолько смелые настолько стойкие и вы узнаете в этой истории и себя обязательно благодарю вас Мария и до новых встреч благодарю вас спасибо 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 спасибо